В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О развитии современной науки в технопарке Саров пройдет летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной техники. В городе выросла заболеваемость ветрянкой. С чем это связано? Для будущих IT-специалистов Кванториум Саров объявил набор на новый учебный год. Далее расскажем обо всем подробно. О современной ядерной физике, проекте СуперСитау, фабрики, трековых детекторах и не только. Летняя научная школа в области физики высоких энергий и ускорительной техники пройдет в технопарке Саров. Ведущие российские ученые прочитают лекции для студентов, аспирантов, молодых специалистов. Подробнее о программе школы расскажем далее. В Санкт-Петербург, Москва, Томск, Иркутск, Ярославль, Нижний Новгород – лишь некоторые города-участники масштабного проекта. Уже на следующей неделе в технопарке Саров соберутся студенты, аспиранты, молодые ученые из ведущих вузов и образовательных организаций страны. С 25 июля там стартует летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной техники. Для проведения этой летней школы подготовлено 14 лекций ведущими учеными, специалистами нашей страны в области физики высоких энергий и элементарных частиц и создания ускорительной техники заряженных частиц. В формировании лекций участвовали академики, член-корреспонденты, профессора, доктора наук, ведущие ученые нашей страны. Пять дней, 14 лекционных блоков и около 100 участников. Летнюю школу организовали Национальный центр физики и математики и Российский федеральный ядерный центр в НЕФ. Проводить в технопарке ее теперь будут каждый год. Она способствует реализации проекта по созданию установки класса Мегасайенс Супер Ситау фабрики, а также развитию системы подготовки новых поколений ученых, способных выйти в лидеры мировой науки и обеспечить научное лидерство России. Самое главное – это донести до будущих ученых, ученых нового поколения, которые будут осваивать самый главный этап разработки создания установки Мегасайенс Класса, это Супер Ситау, заниматься организацией приведения будущих исследований. Потому что за этим направлением мы считаем это будущее не только Национального центра физики и математики, но это будет будущее нашего государства. Помимо этого для участников запланирована концертная и спортивная программа, а также экскурсии, посвященные уникальности Сарова и его окрестностей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Детский технопарк «Кванториум» объявил набор на новый учебный год. Открыта запись на обучение на семь основных направлений и три дополнительных модуля. Школьники освоят новейшие технологии, научатся работать на профессиональном оборудовании, применять полученные навыки для создания собственных проектов. Обучение в технопарке бесплатное. IT-отрасли в России в начале большого пути. Выбирая будущее образование, важно ориентироваться на востребованность профессии через 5-10 лет. Все, что связано с IT, дает широкие карьерные возможности, высокую заработную плату и государственные гарантии в будущем. Высокотехнологичное образование в этой сфере для школьников 10-17 лет предлагает детский технопарк «Кванториум» Саров. Всего в детском технопарке 10 инженерно-технических направлений. Все они направлены на развитие IT-отрасли нашей страны. Кванторианцы учатся работать над новым современным оборудованием, изучая новейшие технологии. Особой нашей гордостью являются наставники – молодые, заинтересованные инженеры. Обучение в IT-квантуме направлено на изучение языков программирования Python, Scratch, C++, базовых алгоритмов программирования, веб-разработки, Big Data. Кроме того, здесь ребята знакомятся с компьютерным зрением и искусственным интеллектом. Один из интереснейших проектов IT-квантума – это программируемая роборука. Искусственный интеллект управляет фалангами пальцев так, что они полностью повторяют движение кисти человека. Наши ребята назвали с юмором этот проект «пельменехватателем». Но за этой детской работой скрывается огромный потенциал развития мирового протезирования в целом. Пром «Робо-квантум» – это место, где можно собрать и запрограммировать робота для любых целей. Робот-уборщик, спасатель, автоматизированная канатная дорога, роботизированная пианино – все это малая часть уникальных проектов этого направления. «Робо-квантум» уникален тем, что здесь можно создать не просто игрушку, но и прототип общественного полезного робота. Вот яркий пример – робот-спасатель, созданный нашими ребятами в период лесных пожаров и задымления. Этот проект был очень высоко оценен экспертным сообществом, и сейчас наша команда готовится представить его в рамках международной выставки юных изобретателей в Индонезии. Хай-тек-цех открывает для школьников возможность научиться работать как на высокотехнологичном оборудовании, так и с помощью ручного инструмента. Ребята осваивают 3D-принтеры, плоттеры, программируемые станки, аэрограф, лазерный гравер. Ребята создают какие-то простые, но очень важные вещи для себя, для своей семьи и для Кванториума. В процессе работы они осваивают очень важное оборудование, такое как 3D-принтер, станок с ЧПУ. Это оборудование используется на градообразующем предприятии. Одно из ведущих направлений детского технопарка – геоинформационные технологии. В Геоквантуме ребята занимаются проектированием виртуальных карт местности, создают 3D-карты и погодные приложения. Здесь мы с ребятами можем создать виртуальный тур в любой уголок мира, где бы вам хотелось побывать. В работе мы используем квадрокоптеры, 3D-моделирование, данные гидрометцентра и многое другое. Обучение в детском технопарке – прекрасная возможность для школьников Сарова построить индивидуальную образовательную, а затем карьерную траекторию. Все занятия в Кванториуме бесплатные. Чтобы узнать подробнее о наших направлениях и записаться к нам на новый учебный год, приходите к нам 18-25 августа на Дне открытых дверей. Саровчанин Климент Брюховец принимает участие в ежегодном международном детском творческом проекте «Нюклер Китс-2022». Его организует Росатом для школьников из городов присутствия госкорпорации. Проект продлится до 24 августа. Гастрольные концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Десногорске, Сосновом Бару и Нижнем Новгороде. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. Система целевого набора в университетах станет максимально прозрачной и открытой. Законы проекта о целевом наборе в российские вузы приняты в первом чтении. Документ позволит работодателям принимать активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов. Все заявки работодателей и конкурсы на обучение будут публичными. А для абитуриентов будет действовать широкая система информирования об этих возможностях. Согласно законопроекту, подать заявку на целевое обучение можно будет через портал госуслуги. В августе в Сарове пройдут летние физико-математические и биологические турниры для школьников 9-11 классов. Их организует департамент образования ИРФИАЦ ВНЕФ. В рамках проекта «Молодые таланты Сарова» на базе лицея номер 3. Для того, чтобы попасть в списки участников, одному из родителей необходимо заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Документы принимают в кабинете 201 Дома учителя до 31 июля. Парк Зернова продолжает летнюю программу. 20 июля детей ждут на зарядку, а взрослых на занятия по хатко-йоге. В пятницу горожан приглашают на культурную пятницу на танцевальной площадке. В 18 часов там пройдет игровая программа для детей, а в 20 покажут золотую коллекцию союзмультфильма. В порту, дом, который построил Джек, как львенок и черепаха пели песню, кораблик, паровозик из Ромашкова, птичка Тари. В 21 час начнется комедия «Не футбол». 23 июля в парке пройдет акустический квартирник группы «Тайсон» и террасе лодочной станции, а на набережной мастер-класс от студии танцев. Для лиц старше шести лета возможны изменения из-за погодных условий. Саровчанка Светлана Кузьменко завоевала бронзу на первом чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Соревнования прошли в Ёж-короле. Среди женщин победу одержала Ирина Маркова из Санкт-Петербурга, а второе место заняла Ксения Бубаракшина из Республики Марий-Эл. Как написала Светлана Кузьменко на своей странице ВКонтакте, «Было огромным счастье принимать участие в этом празднике. Общение с позитивными людьми и живые эмоции неоценимы. А приобретенный опыт в плане совершенствования техники поможет продвигаться дальше в развитии этого вида спорта». С 1 августа проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. По информации известий, у работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, пенсии увеличатся на 314 рублей. Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы прибавят страховую пенсию. Повышение пенсии коснется около 7 миллионов российских граждан. Прибавки не стоит ждать тем, кто получает социальную и государственную пенсию, потому что у них фиксированные выплаты. Кроме того, до 1 октября пенсионерам, бывшим сотрудникам ОВД, сделают прибавку на 19,5%. Также пенсии ветеранов Великой Отечественной войны станут на 15,5% больше. Денежное пособие для военных в отставке вырастет на 4%. Индексирование пенсии произойдет автоматически, беззаявительно. Заболеваемость ветряной оспой в Сарове в июне выросла в 7 раз по сравнению с июнем прошлого года. Сейчас медики продолжают фиксировать рост случаев заражения относительно 2021 года. Почему произошел подъем заболеваемости и нужно ли бить тревогу, разбиралась наша съемочная группа. Ветряная оспа, несмотря на такое пугающее название, к вирусу оспы никакого отношения не имеет. Ветрянку вызывает ДНК, содержащий вирус семейства герпес вирусов. Она относится к нерегулируемым детским инфекциям, передается воздушно-капельным путем. Вот у нас в городе сейчас по сравнению с предыдущими 6 месяцами у нас рост в 3 раза. То есть у нас в 2021 году было где-то 170 случаев заболеваний за первые 6 месяцев. В этом году уже где-то около 600. Почему это связано? Это обычные цикличные развития данной инфекции. Есть циклы подъема, есть циклы спада. Так что речи об эпидемии ветрянки в Сарове нет. Болеют ей, как и всегда, в основном дети до 7 лет. К ним применяют все необходимые в этих случаях противоэпидемические меры. Ребенка, который контактировал с больным, сажают на карантин спустя 10 дней и держат дома до 21 дня после контакта. В саду, если пошла заболеваемость, также устанавливают карантин. По закону проводить все карантинные мероприятия могут только с детсадовцами. На школы это не распространяется. Если в школе ребенок заболел, больного, естественно, госпитализируют. И в школу он не ходит. А в законтактной в классе просто устанавливается наблюдение в течение 21 дня, даже если дети не болели ветряной оспой. По санитарным правилам мы не имеем права снимать на карантин детей школьного возраста, то есть детей старше 7 лет. Заражаются ветрянкой один раз. Повторных случаев в нашем городе не зарегистрировано. Считается, что ветрянкой лучше переболеть до школы. Чем старше человек, тем тяжелее он ее переносит. От ветряной оспы есть прививка, но она платная. В календарь профилактических прививок плановых вакцинация против оспы не введена. Ветряной оспы я имею в виду, ну как таковой. И введена только в календарь по эпид-показаниям. При появлении симптомов в ветрянке ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь к врачу. Впервые в этом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы гранты до 500 тысяч рублей смогут получить молодые предприниматели до 25 лет. И уже второй год на эту поддержку будет претендовать социальный бизнес. Онлайн-обучение – первый этап участия в грантовом конкурсе, в рамках которого молодые предприниматели Сарова могут получить на развитие своего дела от 100 до 500 тысяч рублей. На занятиях участники изучат основы предпринимательской деятельности. Обучение длится 72 академических часа. Пройти его можно в любое удобное время. Крайний срок завершения учебы – 25 июля. Следующий этап – тренинг по разработке и упаковке проекта. Тренинг будет проводить торгово-промышленная палата. В этом проекте ТПП – наши партнеры. Партнеры центров «Мой бизнес», центров поддержки предпринимательства. И, собственно, в рамках этого обучающего тренинга ребята смогут уже разработать непосредственно бизнес-план. Дальше мы уже как ТПП подключаемся, помогаем, собственно, как всегда и делаем. Тренинг продлится до 8 августа. Затем до 22 августа пройдет итоговая аттестация бизнес-проектов участников. В рамках НАСПроекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» такой грантовый конкурс проходит впервые. Поскольку мера поддержки новая и мера поддержки федеральная, средств выделено достаточно много. То есть шансы очень высокие у всех ребят получить эту поддержку. И что ценно, грантовые средства можно направить практически на любые цели, связанные с началом предпринимательской деятельности. Максимальная сумма – 500 тысяч рублей, минимальная сумма – 100 тысяч рублей. То есть ребята сами будут решать, что именно им необходимо приобрести. Софинансирование не менее 25% от стоимости проекта. К примеру, если вы хотите приобрести на средства гранты оборудования, то 25% от его стоимости должны добавить из своих денег. Участие в конкурсе могут принять бизнесмены от 18 до 25 лет, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, либо организации, включенные в реестр социальных предприятий. Сейчас у нас правительство обратило свой взор, так скажем, на молодежь. Но параллельно такой же конкурс, такое же обучение идет и для социальных предпринимателей. Впервые этот проект был запущен как раз в прошлом году для предпринимателей, имеющих статус социальных. И в этом году также конкурс проходит. И все то же самое. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в Центр поддержки предпринимательства по телефону 9-92-60. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!